Так вот, называется это место театр-музей Дали. Откуда пошло название театр? Здесь, значит, есть две вещи. Во-первых, Дали создал свой музей таким образом, чтобы это было какое-то феерическое, сфереалистическое представление. Как он говорил, что человек, который посещает мой музей, он когда уходит оттуда, ему должно казаться, что он увидел сюрреалистический театральный сон. Почему изначально музей Дали не посещается с гидом? Сам Дали не хотел, чтобы музей посещался с гидом. То есть это не Лур, это не какой-то там большой известный музей. Все было сделано маэстро таким образом, чтобы каждый человек для себя открывал какие-то свои вещи. Вы знаете, как вот эти вот огромные картины на входе, когда вы заходите, и картина с хрампелем, то есть можно увидеть маленького человечка, можно увидеть большую голову. У каждого, в зависимости от его видения, он видит свои какие-то образы. Сам музей, вообще идея создания музея возникает в 1970 году. Дело в том, что мэр города Рамон Бордиола в того времени, он, значит, задается вопросом, почему в городе Фигеросе, где родился такой замечательный, удивительный человек, как Сальвадор Дали, нет ни одной его картины. Он задает этот вопрос Дали, и он говорит, давайте подарите нам хотя бы одно ваше произведение, чтобы мы могли поместить в каком-то городском музее. На что ему Дали отвечает, я готов вам подарить музей. И, значит, Дали уже точно знал место, где он хочет сделать этот музей. В этом месте когда-то находился, то есть это будет видно с другой стороны, когда мы увидим в основной фасад, театр города Фигероса, который был построен в 19 веке. Но дело в том, что здесь была гражданская война в Испании, я думаю, вы знаете многие про гражданскую войну, которая проходила в конце 30-х годов. И в 1939 году театр настолько пострадал, он был сожжен, что от него остались одни стены. Так вот, Дали предлагает отреставрировать полностью это здание и здесь сделать музей. Почему этот театр? Потому что в 14 лет впервые в жизни Сальвадор Дали выставляет две свои работы. И выставляет он именно в этом театре. Для него это было символично, для него это было начало, исток вообще всей его этой жизни, деятельности и искусства. Поэтому он выбирает место, этот театр. И музей будет называться, соответственно, театр-музей Дали. Ушло очень много времени на то, чтобы добиться разрешения определенного. Потому что Дали, что он сделал? Он говорит, давайте сделаем музей, но в музее будут фотографии и репродукции картин. То есть настоящие картины, он не собирался туда помещать. Естественно, ему задали вопрос, ну как же так? То есть это ненормально, это нехорошо показывает людям репродукцию. Чем они хуже? То есть они видят все то же, что и на картине. А некоторые, как он говорил, некоторые увидев оригинал, еще и разочаруются. Естественно, Министерство искусств было против такого поворота дела. Они сказали, мы дадим разрешение на открытие музея государственного, но в музее должны быть оригиналы. Во-первых, во-вторых, жители Фигераса были против здесь основания музея. Это вот они считали, что это будет, во-первых, большой поток людей. Во-вторых, они все знали нравы Сальвадору Дали, поэтому они боялись, что здесь будет что-то больше, чем просто обычный музей. Десять лет проходит, добиваются все-таки разрешения. И музей будет открыт в конце 70-х годов. Сам Сальвадор Дали уже под конец своей жизни, когда в 1984 году умирает знаменитая гала, его муза, его продюсер, его жена, его мама и соратница, то есть человек, который занимался, который создал вообще Сальвадору Дали, она умирает сам в Куёль недалеко отсюда, и Сальвадор Дали решает приехать туда. Он переезжает в это место, сохраняет все таким образом, как было при Гале, и начинает просто скорбить по своей умершей жене. В какой-то момент происходит большое несчастье, замок загорается. Дали, у которого была в тот момент уже болезнь Паркинсона, очень развитая, который практически не мог передвигаться, он просто начинает звать с тела, кричать его никто не слышит, и по большому счету он должен был сгореть заживо, но он собрал какие-то последние свои силы, просто сколз в кровати, прополз на полу, на животе до выхода и упал воздух дверей, его спасли, но тело было обошено на 25%. Естественно, после всего этого, все друзья и соратники Дали сказали, что нечего тебе делать в этом замке, ты должен переехать туда, где есть люди, там, где постоянно кто-то будет у тебя заботиться, и они предлагают ему переехать именно в свой музей, театр-музей, созданный им, где ему будет комфортно. Почему хотела здесь остановиться? Дело в том, что комната Дали, где он живет последний год своей жизни, находится на этой башне. Башня в Колоте. Здесь когда-то были горские прикрепления, то есть это было все отреставрировано, и обратите внимание на удивительное все оформление, изначально вот этого хлеба не было на башне, то есть она была просто покрашена. Но со временем, значит, начинают являться здесь хлеб, и наберут вот эти большие яйца. Дело в том, что Дали этим самым хотел показать свое преклонение вообще перед продуктами питания. То есть он преклонялся к хлебу, и преклонялся перед яйцами, которые являлись для него основой очень многих блюд. И поэтому вот он таким образом отдал, ну как бы, дать продуктам питания, растительный на основном музее. То есть интересен тоже этот кукол, сделанный в такой вот структуре металлической, и мы сейчас обойдем, пойдем в главную входу. Сальвадор Галик похоронен здесь, в этом доме, в крифте под ногами посетителей музея. Он хотел, чтобы люди ходили к моему телу, чтобы он был всегда окружен народом, и захоронили мастеров в этом здании. Хотя изначально, изначально, это последний момент, поменялось свое решение. Изначально он хотел быть захоронен, конечно же, с Галой.